Мне очень не хочется вас ранить, но куда не денешься. Когда мы читаем Евангелие, мы стоим на суде, на суде евангельских слов. Это уже суд. И на этом суде мы осуждены. Почему и надо читать Евангелие? Для того, чтобы остановиться на Божий суд, прежде суда. Иначе будет очень страшно, вдруг внезапно встать на суд, когда куда ты денешься, что будешь делать? Уже будет поздно плакать. Так вот, сегодняшнее евангельское чтение, 19 глава Евангелия от Матфея, она говорит о супружеской жизни. А эта жизнь супружеская, она покалеченная вся, как утроба, пережившая аборт. Истерзанная. Истерзанная утроба. Вот это наша супружеская жизнь современная, это истерзанная утроба. Потому что браков целых мало, браков верных, твердых, крепких мало, браков, которые бы дожили до седин вместе. Рука об руку. Так, чтобы нам поучиться у них. Пример у них взять мало. И все это от того, что мы стали сластолюбивые, нетерпеливые, вредные, языкатые, нездержанные. И так далее, и так далее. Растеряли добродетели, и мы не можем этот брак бедный слепить. И вот сегодня Господь говорит в Евангелии, значит, нам опять о браке. Он говорит о том, что спросили, можно ли разводиться. Вот Моисей повелел дать так называемое распустное, такое отпустное письмо, по-славянски книгу распустную. Надоела мужчине женщина, он ей пишет там бумагу, говорит, иди отсюда. Она должна идти с этой бумагой в дом своего отца, нести на себе позор, и уже дальше там, не знаю, как-то строить свою жизнь. А причин для развода было очень много. Я когда-то уже имел возможность вам говорить о том, что были разные религиозные школы. И некоторые школы религиозные умножали причины для развода до безмерности. То есть, например, если жена, например, твоя зевает на улице, не закрывая рта, ты уже мог с ней развести себя. Уже считается, что она никудышная. Если женщина ест на улице, уже муж мог с ней разводиться. Если она дважды не пересадила пищу, уже он мог, некоторые религиозные учители так считали. Вот если она, например, неодобрительно высказалась о родителях мужа. А твоя мама там такая, что моя мама, она пошла отсюда. Пишет ей бумажку, говорит, это больше не моя жена, иди отсюда. И все, она пошла. Такие были законы. Это некоторые сегодня имеют совесть говорить, что христианство унизило женщину. Да где вы видели женщин с такими правами когда-нибудь в мире, как сейчас у женщин? Попробуй еще у нее тебе скажи. Она тебе сама скажет раньше, ты даже рта не успеешь раскрыть. Раньше вообще было не так совсем. Только вякни. Вот чемодан, вот все, иди отсюда. Мне однажды же одна рассказывала, как это самое, почему, говорит, в Индии муж служил там по дипломатической или какой-то службе или коммерции, а жена была с ним там, и, говорит, они все ходят в золоте там индуски. Золото не очень дорогое там. Они все обвешенные в носу, в ушах, на пальцах, на ногах, везде там эти всякие побрякушкины. Говорит, а это что, зачем это у них такое? Говорит, ну, я тоже думал, а зачем? Оказывается, что муж может выгнать жену в некоторых религиозных системах, в некоторых кастах, в некоторых сообществах. Муж может выгнать просто из-за плохого настроения жену. Вот что-то ему не понравилось, например, как она там причесалась. Говорит, все, иди отсюда, ты больше не жена. И она может унести с собой только то, что на ней. Поэтому они на себе все носят, по четыре одежды. И всю бижутерию, которая только есть в доме, она все на себя надевает. Не дай бог, она ему разнравится завтра вечером или сегодня утром. Ну, и выгоняется дома, как собаку. Вот, и все. Там животных любят больше, там почитают за божественные существа. Коров, собак, крыс, свиней, кого хочешь. Только не женщины. Это кто-то здесь у нас сегодня говорит, что христианство, говорит, женщину унизило. Совести нет совсем у людей. Посмотрите, какие наши женщины возвеличенные. Они чем хочешь, тем и занимаются. В космос летают. Они правительственной должности занимают. Бизнесом занимаются. С мужиками на ринге дерутся. Боксом даже занимаются. Ну, если нравится, занимайся. Раз совсем с ума сошла, то иди и боксом занимайся. Раз тебе больше заняться нечем. Но в том смысле, что кто нас упрекнет в том, что мы унижаем женщину? Да никто. Женщина занимается всем, чем хочет. Это, наверное, плохо для нее, честно говоря. Потому что она перестала заниматься тем, чем надо. И вот у нас уже не хватает матерей любящих. Не хватает жен внимательных. Не хватает сестер заботливых, которые мамам помогают с младшими братьями и сестрами возиться. Не хватает у нас уже женщин, которые шить умеют. Не хватает женщин, которые варят вкусно. Не хватает женщин, которые имеют в руках своих сто профи, которые могут постричь дома своего мальчонку, чтобы не везти его в парикмахерскую. Не умеют просто. Руки не оттуда растут. Они могут что-то другое делать. А вот этого не могут делать. Потому что слишком много они могут делать, эти бедные женщины сегодня, что они уже природные свои функции забыли делать. Так вот, сегодня мы разводимся трудно, разводимся с разными приключениями, судами, всякими церковными, в том числе, кстати. А в одни Христовы было все по-другому. Но вот апостолы, они видели всю эту картину мира. Кстати говоря, были некоторые учителя духовные в еврейском народе, которые говорили, что с женщин вообще нельзя разводиться. Единственная причина для развода только при любодеянии. Была такая школа Гелеля. Вот этот Гелель, он говорил, что только если в блуд впала женщина. Вот тогда ты можешь с ней развестись. И то, ты можешь простить ее, если она покаялась, и перетерпеть и жить с ней. Но это единственная причина основательная. И Господь наш, Иисус Христос, Святое Имя Его, Он так и говорил, что действительно только при любодеянии. Это достаточная причина для развода. Все остальное, понимаете, там жить негде, понимаешь. Но, да, действительно негде жить. Людей замучил квартирный вопрос. Съемное жилье там, или жизнь с родственниками, или жизнь с тещей, или свекровью. Это очень тяжелая вещь. Но это не причина для развода. Детей нету. Вот Бог не дает детей. Вот мы живем с мужем, говорит женщина, там уже год, два, три, пять, десять, а нету детей. Молодость уходит, а детей Бог не дает. Это не причина для развода. Пошли проверились, например, у нее все в порядке, а с мужем какие-то проблемы. Нельзя бросать мужа из-за того, что ты не можешь с ним родить детей. Надо жить с ним дальше, потому что брак гораздо глубже, чем просто чедо рождения. Допустим, там денег не хватает, там еще же не сошлись характером, есть такая причина для развода. Сейчас кого-нибудь спросили, не сошлись характером. Это, конечно, все бессовестно. То есть нет причин для развода, кроме прелюбодеяния. И даже если случилось, не дай Бог, прелюбодеяние, можно брак сохранить, если тот, который согрешил, покаялся и решил исправиться. И вы можете простить его. Будет больно будет, потому что вам плюнули в душу. Но этот плевок можно перетерпеть и ради будущего своего или ее можно попытаться дальше жить. Вот так Господь нас и учил. Ученики спрашивали, что как можно разводиться? Христос говорит, да никак. Никак нельзя разводиться. Сотворивший человека вначале мужчину и женщину сотворил. Разве вы не слышали? А что это значит? Это значит, что самим фактом сотворения одного мужчины и одной женщины Господь вложил в мир закон, при котором один мужчина должен иметь одну женщину и одна женщина должна иметь одного мужчину. Все. Это факт. Так Бог мир сотворил. Вот птиц Он сотворил, вот сколько там их по небу летает, столько сразу сотворил. И рыб тоже, сколько их в море плавает, столько сразу и появилось. Говорит, да произведет вода душу там всякого животного морского. И закишела, закипела вода живыми тварями. И там до сих пор плавают и огромные кашалоты, и маленькие пескари. Они сразу все, их много сразу стало. И птиц много стало, и животных стало много. А людей было только двое. Мужчина и женщина. И это закон. Мужчина должен знать одну женщину, а женщина одного мужчину. Вот прозвучало Божие Слово. На суде этого Божьего Слова кто мы с вами такие? Прелюбодеи, прелюбодейки. Большинство из нас. И кто счастливо избежал телесных грехов, тот, скорее всего, не избежал мысленных грехов, сердечных соучастия с грехами, которые сейчас везде тиражируются и везде признаются за норму. Вообще есть много таких неписанных законов. Например, у человека язык, орган речи, спрятан за зубами и за губами. У нас есть две преграды для языка. Это означает, что слова нужно цедить. То есть нужно процеживать сказанное. То есть не все, что хочешь, говори. То есть две преграды нужно преодолеть. Двойной кордон. У нас два уха и один язык, это тоже закон. Потому что надо говорить меньше, чем слушать. То есть нужно больше слушать, чем говорить. И, например, я помню одного монаха старого, когда его спрашивали, «Расскажи нам что-нибудь, отец, ты, наверное, его знали, такого знающего человека». Он говорит, «Я не хочу учить, я ищу того, кто бы меня поучил. Я хочу учиться». То есть добрая душа хочет учиться. Вы думаете, это нравится кому-то, значит, быть учителем? Нормальному человеку хочется всю жизнь учиться. Слушать, а не говорить. Допустим, не будем, так сказать, называть это местоимение первого лица, но мне тоже хочется слушать больше, чем говорить. То есть это просто тяжелая задача, когда ты должен делать то, что тебе нравится меньше. А на самом деле хочется больше учиться. Именно потому, что два уха, один язык, хочется больше слушать. Вот один муж, одна жена, это закон Божий. И Господь напоминает евреям закон Божий. А они говорят ему, слушай, ну Моисей же повелел, это закон Моисеев, то есть напиши разводное письмо. Напиши, и пусть она идет. И Христос говорит очень важные слова. Он говорит, Моисей, это по жестокосердию вашему дал вам заповедь такую. А вначале было не так. Что это означает, друзья мои? Это означает очень важные вещи. Оказывается, что когда Бог дает нам заповеди, то он приноравливается, примиряется к нашему несовершенству. Мы вчера даже с вами говорили, что если бы мы были хорошие, нам не нужны были бы заповеди. Если бы люди не были склонны к тому, чтобы брать чужое, не было бы заповедник роди. Заповедь дается именно потому, что у людей хочется, так сказать, есть такое желание взять чужое. Причем не обязательно деньги. Можно украсть чужую научную идею. Можно взять чужую диссертацию и подписать ее своим именем. Можно украсть время у человека. Об этом мы сто раз говорили. Когда ты приходишь, например, и отнимаешь у кого-то время. Можно украсть чужую честь. Например, осудив человека, нашептав на него что-либо, кому-то, опозорить его имя и украсть его доброе имя, по сути. То есть красть можно что хочешь. То есть поскольку есть в человеке такая подлая, такая натура, он может украсть что хочешь, то есть заповедь не кради. Была бы наша натура не подлая, не было бы заповеди, она не нужна была бы. Заповеди есть тогда, когда есть какое-то, движение греха в душе человеческой. Точно так же и здесь, говорит, Моисей повелел нам книгу писать. Говорит, это он по жестокосердию вашему повелел. То есть заповеди Старого Завета в особенности, они приноравливаются к злодейской душе человеческой. Они, так сказать, соответствуют некоторому нашему такому падшему состоянию. Ну, например, есть там целый ряд заповедей о войне. Как вести себя на войне. Конечно, лучше было бы не воевать вообще. Но раз воевать придется, и воевать нужно, и воюют люди постоянно, время от времени, то надо понимать, как себя вести с пленными, с бегущим врагом, там, с теми, с теми. То есть целые заповеди есть такое, о том, как воевать, например. И еще раз повторяю, что лучше бы не воевать. Ну, как ты, понимаешь, а как иначе? Лучше бы, например, никого не наказывать. Но раз наказывать придется, то есть закон, как, кого, за что наказывать. То есть заповеди примиряются к нашему падшему состоянию. И это прекрасная такая, такая сильная, правда такая, прекрасная вещь, она должна быть в нашем понимании всегда, что человек, существо, к сожалению, падшее. То есть мы не знаем даже, какими мы должны быть. То есть мы должны быть не такими, какими мы есть. Мы гораздо хуже того, чем мы должны быть. И мы не знаем, какими мы будем. Потому что мы будем другими. Когда все изменится, когда мертвые воскреснут, когда будет этот великий переворот второго пришествия, когда будет страшный суд, когда будет всем страшно. Когда будет страшно даже архангелу Михаилу. Хотя он не грешил, его не будут наказывать. Ему тоже будет страшно. Всем будет страшно. Вот тогда все поменяется. Мы тоже будем другие. Об этом говорится в Евангелии. В Новом Завете говорит Иоанн Богослов, что дети, мы еще не знаем, кем мы будем. Так говорится. Мы будем какие-то другими. Мы поменяемся. И не нужно думать, что я есть такой, какой я есть. Потому что многие тоже так считают. Вот я такой. Блин, я такая. Есть даже такая песенка. Полюби мне такой, какая я есть. И Смердяков говорил тоже. Ты полюби нас грязненьких. Чистеньких нас всякий полюбит. А вот мы грязненькие. Ты нас грязненьких и полюби. Потому что мы чистенькими не будем. Мы грязненькие. Это какая-то здесь есть такая подмена понятия. То есть надо меняться все-таки человеку. Нельзя ставить точку на себе и говорить, ну ладно, все, я уж такой, наверное, такой и буду. Вот мы в школах, например, занимаемся, с детишками возимся, пытаемся научить их тому, сему, буквы ровные писать, тонким перышком в тетрадь и так далее. Вы знаете, что родители часто считают? Они приходят, дают учителю, например, ребенка своего, и говорят ему, ну вот, сделайте его хорошим человеком. И говорят, воспитайте его, научите его, образуйте его, чтобы я им гордился, чтобы это была моя смена, чтобы это был, так сказать, достойный член общества, чтобы он был умный, грамотный и так далее. А ты ему, допустим, говоришь, слушайте, давайте вместе попробуем, давайте будем, вы, я, ребенок, будем-то вместе, например, молиться будем вместе. Он говорит, нет, молитесь вы и он, а меня не трогайте. Занимайтесь моим ребенком без меня. Говорит, пусть он, я уже не буду меняться, я уже старый мужик, мне уже 52 года. Кто, допустим, такой, занимается ребенком без меня, вот он пусть будет хороший, я уже лучше не буду, так говорят взрослые. И что это? Это великая ложь, что невозможно воспитать детей, не воспитывая родителей. Просто невозможно. Если ты не хочешь быть лучше, то дети твои не будут лучше. Ну, яблоко от яблони, куда нам далеко, что ли, укатится. Куда не укатится. Поэтому мы постоянно пытаемся, мы говорим, вы хотите что-нибудь от детей своих? Так имейте в виду, что вы тоже должны учиться, молиться, меняться, исправляться, трудиться, работать и не делать сносок на то, что тебе 52 года. Что такое там 52, 53, 55? Так котячий возраст, что это такое вообще? Что за цифры? Когда евреи пришли в Египет, то фараон спросил у Якова, престарелого, «Сколько тебе лет, отец, отца Иосифа?» Он сказал фараону Яков, «Дни мои малы и скудны, владыка мой. Всего лишь 138 лет путешествует по земле раб твой», сказал Яков. «Малый и скудный мой возраст, всего лишь 138 лет живу я на этой земле». И как живу на одном и том же пейзаже? Одни и те же верблюды, валы, ослы, закат, восход, пустыня, степь, шатры, палатки. Бабы, дети, путешествия с пастбища на пастбище. Вот вся жизнь. Он же в театр не ходил, телевизор не включал, по телефону не разговаривал. У него же не было ничего того, что сегодня есть как бы у человека. Однообразная, монотонная, мы бы сказали, сумасшедшая, скучная жизнь вроде бы. Чем он там занимается в этих своих степях и пустынях? Бродит, ходит там с этими ослами и верблюдами как бы 138 лет. Говорит, «Скудные дни мои». А мы сегодня, что 40 лет, там человек уже считает себя таким, ну я уже там пожил там, да. Ты еще вообще жить не начал, по сути, если так брать по-серьезному. Поэтому все, конечно, другое. Церковь – это единственное место, где это можно услышать. Что все будут рассказывать вам совершенно другие вещи. То есть везде, все в журналах напишут, по телевизору расскажут, совершенно какие-то дикие вещи. Только одна церковь еще сохранила способность говорить людям правду. Про все. И про половую жизнь, и про возраст, и про воспитание детей, и про смерть, и про грехи, и про болезни, и про радости, и про счастье. Только одна святая церковь. Больше никто. Даже скажу вам, что и церковь, так сказать, не сказать, чтобы с утра до вечера этим занималась. Тоже мы работаем, так сказать, в полсилы, можно было бы больше. Так вот вернемся опять-таки. Люди разводились по разным причинам. Господь говорит, не надо, нельзя, нехорошо. Один муж, одна жена. Одна жена для одного мужа, один муж для одной жены. Наличие этой нормы в голове, оно держит человека в жизни. Если вы себе, например, придумаете себе какую-то другую идеологию, например, что женщин должно быть многому. Ваша жизнь будет совершенно по-другому идти. Именно наличие нормы в голове, оно делает человека человеком. Господь норму этому устанавливает. А эти самые апостолы, как бы они удивились этому всему. Как же можно, если такие серьезные обязанности у человека к жене, то может быть лучше и не жениться? Но если честно, да. Лучше и не жениться, если ты можешь жить в чистоте. Если ты мог жить в чисто, как апостол Павел говорит, хочу, чтобы вы все были, как я. Он не касался жены. Он с женой под одним одеялом не спал и не делил никаких житейских радостей и горести с подругой женского пола. Не было у него этого. Он был девственник. Он говорит, ну вы не сможете. Я бы хотел, чтобы все были, как я. Но это не каждому дано. И Христос говорит, не каждый может вместить. Могущий вместе пусть смещает. То есть можешь, хорошо, прекрасно. То есть ты беспечально будешь жить. В чем отличие безбрачного от брачного? У него проблем меньше. Это выгода одинокого жития, как бы, значит, для мужественного человека, который может сам прожить. Заключается в том, что у него проблем в сто раз меньше. В сто раз меньше. Действительно. Потому что брачная жизнь – это жизнь обременительная. Это жизнь в постоянных тревогах. О себе, о детях, о будущем, о черном дне, о внуках, о соседях, о друзьях, о работе, о том, о сём. Это ругань, это примирение, это любовь, это разрывы, это обиды, это всё. Это целые кошмары такие. Поэтому Господь говорит, да, что лучше не жениться, да, но если ты можешь, конечно. И Павел об этом говорит. Вот поэтому мы, конечно, должны идти в рамках естества. Подавляющее большинство людей не может не жениться, не выходить замуж. Подавляющее большинство людей кровно нужно найти себе пару. Кровно нужно. Мы об этом молимся, кстати. Если вы слышали, были внимательны, то мы молимся о том, что Бог по своей большой любви дарил людям это счастье, сукружество, чтобы находили люди пару себе. И об этом говорит тоже Евангелие, что есть люди, которые не способны к брачной жизни, они искажённые от чрева матери, то есть какие-то болезни, увечья и прочее. Есть те, которые сами себе исказили для брачной жизни, то есть не женились. Вот монахи, например. Это люди, которые ради чего-то большего отказались от дорогого, сладкого, но меньшего. Вот дай Бог им силы, чтобы они до конца дотерпели свою жизнь и вошли в Царство Небесное. Потому что это мученики. Это мученики. Ну и потом Господь ещё говорит нам про прелюбодеяние, про это проклятое, будь оно неладное. Говорит про то, что отпускающий свою жену, кроме вины прелюбодеяния, толкает её на прелюбодействие. И женящийся на разведённые прелюбодействие. Тоже вот я повторяю, не хочу ранить никого из вас, но когда ты это читаешь или слышишь, ты вдруг понимаешь, что мы живём в мире прелюбодеянных. Это не сказал Платон или Аристотель. Это не сказал Магомед или Моисей или Будда. Это не сказал Путин или Медведев. Это Христос сказал, что женящийся на разведённой прелюбодействует. И вышедшая замуж за разведённого прелюбодействует. В свете произнесённых слов я со страхом должен признаться, что мы живём в каком-то бардаке, а не в мире. Мы живём в прелюбодейном мире. В каком-то публичном доме. То есть подавляющее большинство людей вокруг прелюбодеи. Это разве не ужас? Я не говорю это для того, чтобы там унижать кого-то или осуждать. Просто поймите, что мы живём неправильно. Господи помилуй. Почему мы ещё до сих пор живём? Почему нас не стёрлись со земли? Потому что есть покаяние. Что покаяние всесильное. Что покаяние врачует всё. Все грехи врачуются покаянием. Оно всё может исправить. Оно всю массу грехов людских топит в пучине милосердия Божия. Поэтому мы говорим, что надо каяться перед Богом. Нужно заглаживать свои беззакония добрыми делами. Нужно преподать к Нему с молитвами к Богу. И к Его Пречистой Матери, к Богородице Марии, ко всем святым. Нужно любить Церковь Святую. Нужно думать о последнем отчёте перед Богом за прожитую жизнь. И нужно, конечно же, избегать греха, насколько это получается. Не получается, конечно, избегать греха всем и всегда. Мы согрешаем, мы каемся, плачем, приходим на исповедь. Понятно, что с жизнью бороться нужно. Но всё-таки, когда читаешь, это становится страшно немножко. Господи помилуй. Ведь действительно, мы живём в мире, в котором всё святое поломано. Поэтому, друзья мои, прошу вас запомнить, что брак должен быть единственным. Если у вас так было и так есть, то вы счастливый человек. Я целую ваши руки. Если женщина может, например, на адрес смертным сказать своим детям и внукам, кроме вашего папы и вашего дедушки, ни одного мужчины я в жизни не знал. И ни одного аборта не сделала. Вот сколько мне Бог дал детей, столько вот на свете и живёт. То я думаю, что эта святая женщина совсем рядом от рая. Если тоже скажет мужчина, сможет сказать такие слова своим внукам и детям, скажет, что вот ваша бабушка и мать, и я кроме неё не знаю ни одной женщины. Это будет святой мужчина. Это святой мужчина. И нужно к этому стремиться. Если вы не дотягиваете до этой прекрасной высоты, то кайтесь. Не думайте про себя, что вы великий человек. Знаете, что вы беззаконник и нечестивец. И опустите нос. И никого не осуждаете. И загладьте свои грехи добрыми делами. И покаянием. Кайтесь. Бывает, спросишь человека, там о чём-то таком. Говорит, да нет, у меня вроде грехов нет. Там только копнёшь, там такое полезет. А он не чувствует. Как старец Паисий говорит, пришла какая-то баба на исповедь. Говорит, я её убила. Боже, какая её грешница. Я её убила. Кого ты убила? Говорит, муху. Муху убила. Говорит, ты с ума что ли сошла? А ну-ка расскажи мне про твою жизнь. А у неё четыре аборта и третье замужество. Она пришла, кайф, жена муху убила. Понимаете, люди такие сумасшедшие? Они ерундой занимаются, а большие... То есть слона-то я и не заметил. То есть блох обсасывают, а слонов проглатывают. Это нас касается. Поэтому есть святые вещи, к которым нужно стремиться. Потом есть девочки нетронутые. Есть мальчики, женщины не знавшие. Не стыдитесь этого. Что приходит, например, пацан молодой, красивый, спортивный, всё, допустим, тебе шёпотом на ухо говорит, там, батюшка, я вот мне уже, допустим, там, девятнадцать, я ещё не знаю женщину. Как-то вот ребята, там, всё об этом говорят, там, как бы там, хвалятся гусарскими своими подвигами, чаще всего выдуманными. Ну, так сказать, вот, мы то, мы это. Говорит, а мне, говорит, похвалиться нечем. И что ты будешь этому ребёнку говорить? Ты надо, хоть плакать хочешь. Говорит, да не стыдись за своей чистоты. Нельзя стыдиться своей чистоты. Ты просто не говори об этом, не участвуй в этих разговорах. Отшутись, отмахнись и пойди заниматься другим делом. Вот такой. И не стыдись того, что ты чистый. Ведь люди просто стыдятся своей чистоты. Для чистой девушки, допустим, там, прийти в кабинет гинеколога, это издевательство. Там приходят, когда, тоже плачут, говорят, лет 20, например, девчонка пошла там к врачу, там, зачем-то, почему-то. Говорит, а что вы до сих пор девственной сохраните? Говорит, как это, почему? Я замуж не вышел, пока никто не позвал. Я не замужний. Говорит, тю, дурак. Что тебе, не с кем, как бы, в кровать лечь, что ли? Врачи, говорят, в кабинетах, девушка. Она выходит в слезах, бедная, приходит, там, жалуется. Говорит, ну, смеются надо. Невинностью. Такими сволочами стали, что смеются над невинностью. Топчутся по святому и зовут всех на грех. Как собаки-жучки, под забор всех зовут. Потому что сами там, под этим забором живут, как бы, и друг друга под хвостом нюхают. Ну, нельзя так жить. Ладно, согрешил, кайся и больше не повторяй. И нужно иметь эту норму золотую. Одна жена, один муж. Вот у меня дети, у тебя дети, у нее дети. Надо, чтобы они нашли друг друга в своей жизни, свою пару, и чтобы они жили хорошо, крепко, верно, нужно помогать им и не мешать им, и переживать о них, чтобы все получилось. Потому что это очень хрупкая материя. Греха так много кругом, что люди отравленные. Грехом у них не получается. Не получается нормально жить. Именно из-за греха. Потому что ленивые, жадные, обидчивые. Ты ему слово скажи, он будет потом полжизни обижаться. Допустим, работать не хотят. Всего сразу хотят. То есть раньше, как начинали жизнь свою, например, там, в 70-е годы, те, которым сегодня там лет по 50, по 60. В общежитиях, там, консерва, килька, там, в томате, по полбулки хлеба, значит, такой, на день вот так вот хватало. И под гитару песни пели, как бы, и на стройке работали. И вот до сих пор дожили вместе. И хорошо им было. В стройотряды какие-то ездили, какую-то картошку убирали в колхозах. И вот до сих пор живут. Некоторые миллионерами даже стали. Только потом обычно, когда человек становится миллионером, он бросает свою старую жену. И женится на той, которая ему в дочке ходится. Такое тоже бывает очень часто. К сожалению. К сожалению. То есть ту подружку, подругу жизни твою, ту верную спутницу, ту тень твою, то есть второе я, с которой ты все самое тяжелое прожил. Вот они обычно ее, а, иди, ты уже постарела, как бы и находятся в малолетку какой-нибудь. Тоже беда. Этой беды кругом так много, так жалко, так больно, что мы живем в таком покореженном мире, и сами мы калеки, к сожалению. В зеркало посмотришь, думаешь, а ты что, лучше что ли? Такой же самый калек, как и все остальные. Вот когда мы читаем Евангелие, мы читаем себе судебный приговор. То есть Господь нас судит. А кто же нас помилует? Он же и помилует. Он нас напугал, он нас соутешил. То есть ты как бы живешь, думаешь, ну все нормально. Потом вдруг раскрываешь Евангелие, ничего себе, да какое нормально, все ужасно. Клейма ставить не где, на том мире, в котором мы живем. А что же делать? А вот он, который сказал, что все плохо, он потом скажет, ничего, трудись, борись, исправляйся, давай, работай. Надо работать. Нужно трудиться, работать и справляться. И в этих трудах и работах провести всю свою жизнь до самой смерти. То есть имейте в виду, что мы даже в последний свой день, когда мы будем уже лежать, обложенные подушками, и нам будут капельницы менять там, или не знаю, как мы там будем умирать, кто, когда и как умирать будет, я не знаю. Но я так себе так, так сказать, расписываю некую картинку, одну из понятных. Вот. Даже в последний наш день мы все равно должны будем работать. То есть будешь лежать между подушек, хрипеть будешь, и должен будешь говорить, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешных. Потому что помилуй меня, Боже, повелицы милости Твоей. По множеству щедротов их очисти беззаконие мое. Ты должен будешь молиться за тех, кто остается. Как говорил Сократ, когда умирал. Я ухожу, афиняне, а вы остаетесь. Только Богу известно, что лучше. Потому что непонятно, кому лучше, кто уходит или кто остается. Надо будет молиться за тех, кто остается, и за тех, кто уже ушел. То есть трудиться надо постоянно. То есть христианин должен иметь жажду постоянного духовного труда. И я эту, так сказать, жажду хочу иметь, и хочу, чтобы вы ее имели. Я об этом слух говорю, и думаю, что Бог нам ее подаст. Ну и вот наш брак. Разводиться нельзя. Отпускать жену бестолку нельзя, чтобы она не прелюбодействовала. На разведенных жениться нельзя. А кто уже поженился на разведенных, что им делать? Каяться и дальше жить. Каяться и дальше жить. А что делать? Вот человек услышал Евангелие, например, уже ему многое прожито уже, и уже действительно был один брак развалился. Был второй брак, например, развалился. Вот уже сейчас третий брак, и он живет уже, голова седая. И вдруг он прочитал в Евангелии, что оказывается это все прелюбодеяние. А что же ему делать бедному дальше? Ой, ничего. Жить. Жить с тем, с кем ты живешь сейчас. Любить, беречь того, кто с тобой рядом. Не изменять тому, кто с тобой рядом. Каяться перед Богом за неправильно прожитые годы. Каяться перед Богом за неправильно прожитые годы. Помогать тем, кто жить начинает, чтобы они не делали наших ошибок. Вот. И, конечно же, изучайте Божие Слово. Кайтесь в своих грехах. Желаю вам счастья земного. Земного счастья желаю вам тоже. Некоторые спиритуалисты такие, сильные спиритуалисты, говорят, вот только Царство Небесное можно желать. Вот только небесных благ. Земные блага, дескать, неважные. Я не согласен. Земное тоже важное. Здоровье нужно человеку. Друзья нужны человеку. Нужно человеку каждый день начинать с улыбки, а не со скрипа зубовного. Нужно человеку заниматься любимым делом. И делать его хорошо. Если ты ремонтируешь машины, хорошо ремонтируй. Чтобы тебя благословляли водители, а не проклинали. Если ты продаешь, не знаю, там на базаре, скажем, черешню, не обвешивай покупателей, чтобы тебя благословляли, а не проклинали. То есть все это тоже нужно человеку. Нужно научиться жить на земле. Но, конечно же, нужно готовиться и к небу. Учитесь жить на земле по-человечески. Правильно, как настоящие люди. И готовьтесь к будущей жизни. Потому что будущая жизнь будет. Она, конечно, главная. Она, несомненно, будет, и она главная. Мы должны измениться, чтобы в нее войти. Но эту всю грязь, эту житейскую нашу, такую, конечно, нужно потихонечку исцелять, разгребать. И всем вам желаю семейного счастья. Кто в браке живет, имейте в виду, что ваша половина – это ваше счастье. Какая бы эта половина ни была. Пьяненькая, глупенькая, слабенькая, болтливенькая, жадненькая, безрукая. Какая еще там такая. Вот есть у тебя жена – это твое счастье. Есть у тебя муж – это твое счастье. Вот такое счастье тебе Бог отдал. Других другим пораздавал – тебе это дал. Спасибо Богу, скажи и люби то, что тебе Бог отдал. Любите друг друга, дорогие христиане, в браке обязательно. Если в браке любви не будет, то где ты ее найдешь? Это же самые близкие отношения. Надо любить не только маму, которая тебя родила, но и мужа, который тебе Бог подарил, и жену, с которой ты живешь, которая тебе детей родила. Надо любить друг друга. Любите и берегите друг друга, и не разводитесь ни в коем случае. Если у вас друзья и знакомые разводятся, молитесь Богу о них, чтобы они помирились и не рвали свои братья. Если у вас дети есть, то просите Господа, чтобы Он дал им хорошего спутника жизни. Я вам давно когда-то говорил, что когда еще… Вот это надо учиться этому. Когда еще еврейская девочка только родилась и лежит в люльке, в этой… как она там называется? В коляске, в коляске, в коляске, в коляске. И сфокусировался глазик у него, он два дня ему там буквально. А уже произносится благословение и пожелание, чтобы мама и папа привели эту девочку под свадебный балдахин. То есть о будущей свадьбе думают сразу, кто-то ребенок родился. Где наши мозги? О чем думаем мы? Что мы желаем своим детям? Потом мы спрашиваем, почему они такие несчастные? Почему мы, болваны, такие несчастные все? Потому что мы думаем не о том. Мы совершенно не о том думаем. Язычники даже думают лучше. Те же индусы, там где-то в семь или восемь лет, когда мальчику папа должен наедине, наедине папа только сын и папа, больше никого, должен взять его в стороночку, отвести, как большую тайну на ухо ему сказать. Ты и я одной крови. Ты моя кровь. Какие-то простые слова такие, а зачем он должен сказать? Это какая-то тайна общения душ между папой и сыном. Потому что наши папы вообще ничего не говорят своим детям. Они говорят, болван, убери свои тапки. Или там сделал уроки, двойку получил, ох, такое-сякое, сейчас ремень сниму. Вот такие вещи мы говорим. О благословении мы не знаем вообще, как их благословлять, этих детей. Вот они живут как калеки, и мы как калеки доживаем при них. Потом они нас в дом престарелых за ненадобностью. А потом мы спрашиваем у батюша, а почему так все плохо? И говорим, а куда смотрит ваш добрый Бог? Он же такой добрый, а все так плохо. Это Бог, наверное, виноват? Что еще Бога сделаем виноват в собственном безумии? Вот самые важные вещи возвещает Евангелие. Верность, честность, покаяние, любовь, семейная теплота, свобода и достоинство каждого человека. И женщины, и мужчины в браке, они равнодостойны. И в этом, это, собственно, есть христианская наука. И какую милость Бог принес нам с неба на землю. Какую красоту Господь нам возвестил в Святом Своем Евангелии. Как можно не любить Христа вообще? После всего, что Он сделал, и всего того, чему Он учит человечество. То, что другое, конечно, дело, что мы учимся плохо. В общем, друзья мои, девочки наши, да выйдут замуж. Однажды в жизни. Чтоб знали одного мужа и больше никого. Мальчики наши, да найдут себе достойных жен. Однажды в жизни, на всю жизнь. И вы тоже в браке живите верно. Этому всему учит и зовет нас к этому. Благословенный вовеки Господь Иисус Христос через Святое Свое Евангелие. Аминь. Иисус Христос